Обязательно нужно брать такую вот обложку папка дела, картонную. Обязательно нужен лист-заверитель для этого документа. Динара Сайфулина рассказывает и показывает, как нужно правильно подшивать документы. Она работает ведущим специалистом архивного отдела Чистопольского районного исполкома. А девушки, которые сидят напротив нее, участницы образовательного проекта под названием «Школа юного архивиста», инициированного Госкомитетом Татарстана по архивному делу. По словам сотрудников местного архивного отдела, проект способствует формированию у молодых людей умений и навыков профессиональной деятельности по сохранности, учету, комплектованию и использованию архивных документов. Помогает глубже познакомиться с историей архива, его функциями и задачами, проникнуться духом профессии архивиста. Для сохранности документов, чтобы сохранить списки, данные, которые указаны в данных документах, мы их сейчас отсканируем с вами. Школа начала свою работу в прошлом учебном году. За это время слушателями стали несколько десятков чистопольских детей. С огромным удовольствием на занятия приходит Анна Глазкова. Школу юного архивиста девушка посещает уже второй год. Мне очень нравится история, поэтому люблю работать с историческими документами. Интереснее работать, когда ты прикасаешься к этим документам, так как в твоих руках история. Программа школы включает и теорию, и практические занятия. Юных архивистов обучают подшивать, картонировать документы, сканировать особо ценные экземпляры. Объясняют, как работать в специальных программах и единой архивной информационной системе. Также участники проекта изучают правовые основы, вспомогательные исторические дисциплины, виды и структуры документов. Знакомятся с уникальными фотографиями из фондов архива, пишут эссе, составляют родословные и проводят исследовательские работы. Я считаю, это очень важно, потому что это наша история. И работа с документами очень интересна. Очень интересно было на все это посмотреть, чему-то научиться. Я считаю, это очень полезно. Школа юного архивиста работает при тесном взаимодействии с управлением образования. Ведь проект рассчитан на старшеклассников. В дальнейшем архивный отдел планирует продолжить работу в этом направлении и привлечь занятиями школьников младшего возраста. Автор муниципальной образовательной программы, руководитель архивного отдела Рина Семякина отмечает, что обучение в школе юного архивиста будет способствовать увеличению интереса учащихся к культурному наследию страны, истории малой родины на основе познавательной, практической и исследовательской деятельности. Редактор субтитров А.Семкин